Всем привет! Сегодня мы сделаем кукольный домик из шариков. Основанием этой скульптуры послужит куб. В ранее опубликованных инструкциях мы с вами уже делали кубики, используя разное количество шариков. Для изготовления этой скульптурки мы сегодня поработаем немного другим образом. Накачайте два шарика, оставляя примерно 20-сантиметровые хвостики. Для этой скульптурки мы будем делать все пузыри примерно одинакового размера, не более 3-х сантиметров. В этом примере я буду использовать 2 или 3 шарика, чтобы сделать каждую из сторон куба. При этом каждая сторона куба будет квадратом со сторонами 6х6 пузырей. А вот мы уже сделали цепочку из первых 5 пузырей. Давайте замкнем оба конца цепочки из последних 4 пузырей в один замок. Мы сделали центр нашего квадрата и делаем цепочку из следующих 3 пузырей. Сейчас я использую коричневый шарик, чтобы сделать пол для нашего домика. Теперь нам нужно замкнуть оба конца цепочки из последних 4 пузырей в один замок. Для этого нам нужно продеть остаток шарика сквозь петлю из 4 пузырей в центре квадрата. Вот таким образом мы будем работать вокруг центрального квадрата, чтобы сделать второй ряд, а затем и третий ряд квадратом. Делаем цепочку из следующих 3 коричневых пузырей и затем мы замыкаем оба конца цепочки из последних 8 коричневых пузырей в один замок. Скульптурка кубика имеет 6 сторон. В этом примере я попытаюсь сделать каждую из сторон куба немного по-другому. И также я постараюсь присоединить стороны куба друг к другу разными способами. Я это делаю по простой причине. Хочу просто поделиться с вами идеями, которые вы можете использовать в изготовлении вашего кукольного домика. Изготовление такой скульптурки занимает много времени. Я надеюсь перед изготовлением своего кукольного домика вы сначала посмотрите эту инструкцию, определитесь как вы хотите сделать домик, какого типа соединения использовать. Ну а уже затем начнете делать свою скульптурку. А вот здесь нам нужно сделать цепочку из следующих 2 пузырей. И теперь нам нужно замкнуть оба конца цепочки из первых 16 пузырей в один замок. Таким образом мы сделали с вами квадрат со сторонами 4х4 пузыря. Надеюсь вы еще не забыли, что нам нужно сделать квадрат со сторонами 6х6 пузырей. Итак, теперь мы делаем третий ряд, работая вокруг нашего квадрата, чтобы сделать третий ряд квадрата, чтобы получить квадрат со сторонами 6х6 пузырей. Работа над этой скульптуркой может занять легко несколько часов. Нам нужно сделать и присоединить более 200 пузырей. При изготовлении такого рода скульптурах я всегда стараюсь использовать максимально длину всего шарика. Раньше или позже все равно приходится обрезать шарик, привязывать к его концу новый шарик и продолжать работу. Работая вот таким образом по кругу и добавляя новые шарики по необходимости, мы можем делать квадратный кусок полотна любого огромного размера. А вот мы уже сделали первый квадрат со сторонами 6х6 пузырей. Обрезаем остаток шарика, завязываем конец. Теперь нам нужно сделать второй квадрат со сторонами 6х6 пузырей. На этот раз я использую прозрачный шарик. Сделайте цепочку из первых 7 пузырей. И замыкаем оба конца цепочки из последних 4 пузырей в один замок. Из прозрачного шарика я делаю окно. Теперь делаем цепочку из следующих 3 пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних 8 пузырей в один замок. Продолжаем работать таким же образом. На этот раз нам работать немного легче, чем когда мы делали первый квадрат. Как вы помните, первый квадрат мы начали делая цепочку из первых 5 пузырей. А вот делая этот квадрат, нам не нужно продевать конец шарика сквозь петлю из центральных пузырей. Таким образом мы экономим время. И вот мы соединяем оба конца цепочки из последних 16 пузырей в один замок. Обрезаем остаток шарика. Завязываем концы между пузырями. Можно сказать, что это цепочка из последних 12 пузырей. Мы с вами сделали квадратный кусок полотна со сторонами 4х4 пузыря. Это будет окно. Из него нам нужно сделать квадрат со сторонами 6х6 пузырей. Для сравнения, давайте глянем предыдущую сторону куба мы сделали. Вот такая фигурка у нас должна получиться будет. В этом примере я воспользуюсь голубого цвета шариком, чтобы сделать третий ряд этого квадрата. Привязали голубой шарик на углу прозрачного квадрата. И работаем эту фигурку тем же самым образом, как мы делали перед этим коричневый квадрат 6х6. Единственное и очень важное отличие, на этот раз нам нужно сделать квадрат 6х6. И к тому же нам необходимо прикрепить этот квадрат к одной из сторон предыдущего коричневого квадрата. Давайте немного подумаем с математической точки зрения. Каждая сторона квадрата состоит из 6 пузырей. А это значит, что на любой стороне квадрата у нас будет всего лишь 3 точки соединения. Соединить квадраты между собой довольно таки просто, как вы уже понимаете. Нам достаточно просто продеть конец голубого шарика между соответствующими двумя пузырями коричневого квадрата. Таким же образом мы работаем эту сторону голубого квадрата, присоединяя голубой квадрат к коричневому. Из двух соединенных между собой квадратов со сторонами 6х6 у нас получится прямоугольная фигурка со сторонами 6х12 пузырей. Таким образом мы сделаем две стороны нашего куба. Вот мы уже присоединили оба квадрата вместе. И теперь нам осталось всего лишь закончить последнюю сторону голубого квадрата. Сделав квадрат, нам нужно обрезать остаток голубого шарика и связать концы голубого шарика в один узел. Таким образом мы сделали коричневого цвета пол и голубую стену с окном. В этом примере для третьей стенки я выбрал темно-голубого цвета шарик. И сейчас мы уже начнем делать угол куба. Для начала давайте сделаем цепочку из первых двух пузырей. Мне лично кажется удобнее продевать цепочку из маленьких пузырей сквозь петлю, чем длинный конец шариком. Замыкаем свободный конец второго темно-голубого пузыря между двумя коричневыми пузырями на углу возле светло-голубого квадрата. Приближите сопло темно-коричневого шарика между двумя следующими коричневыми пузырями. Сделали третий пузырь и продеваем остаток темно-голубого шарика между ближайшими двумя голубыми пузырями в углу нашего куба. Продолжаем работать по краю светло-голубой стены. Как видите в этом примере мы делаем третий квадрат, начиная с края квадрата, а не с середины, как мы делали предыдущие два квадрата. Опять делаем цепочку из двух темно-голубых пузырей и замыкаем свободный конец между следующими двумя светло-голубыми пузырями. Вот мы уже добрались до верха светло-голубой стены и здесь нам пока что не к чему прикреплять третий квадрат. Так что теперь нам придется немножко посчитать. На данный момент у нас всего сделано 7 темно-голубых пузырей. По периметру квадрата у нас должно быть всего 20 пузырей. Давайте сейчас сделаем цепочку из 11 пузырей. Этого будет достаточно, чтобы добраться до угла пола. И затем нам надо будет сделать всего лишь два пузыря и присоединить их к коричневому квадрату. Таким образом мы закончим периметр темно-голубого квадрата. Итак, мы сделали 7 плюс 11, всего 18 пузырей. Теперь мы замыкаем свободный конец 18 темно-голубого пузыря между двумя коричневыми пузырями в углу пола. Вот так это должно будет выглядеть. Делаем следующие два темно-голубые пузыря. И замыкаем оба конца цепочки из первых 20 темно-голубых пузырей в один замок. Мы сделали третий ряд или периметр третьего квадрата. Теперь я воспользуюсь такого же цвета шариком, чтобы сделать второй ряд темно-голубого квадрата. Делаем первые два пузыря. Можно начать присоединять в любом месте. Ну а в данном примере я начну ближе к верхнему углу. Замыкаем второй пузырь. Затем привязываем сопло между двумя нижними пузырями стены. Делаем третий пузырь и замыкаем его между вторым и третьим пузырями от верхнего угла. Делаем цепочку из двух пузырей. И замыкаем их между двумя ближайшими пузырями. Делаем шестой пузырь. Замыкаем шестой пузырь так, чтобы образовался угол квадрата. И продолжаем работать второй ряд точно таким же образом. Второй ряд квадрата состоит всего из 12 пузырей. Два пузыря идет на каждую сторону ряда и один пузырь на каждый угол квадрата. Вот таким образом мы сделали практически третью сторону куба. Это будет стена с окном. Еще раз напомню вам, коричневый квадрат мы сделали для пола. Вторую сторону мы сделали с окном, которое не открывается. И вот теперь мы сделали стену с окном размером 2х2 пузыря. Это окошко я сделаю опять же из прозрачного шарика. Нужно сделать цепочку из четырех прозрачных пузырей. Обрежьте остаток шарика и завяжите оба конца цепочки из четырех пузырей в один замок. Теперь нам просто нужно привязать это окошко в середине темно-голубой стены. Привязываем окошко к темно-голубому шарику всего лишь в одном месте. Так что это окно можно открывать или закрывать по вашему усмотрению. Мы сделали третью сторону куба. Четвертую сторону куба я сделаю из темно-синего шарика. Делаем цепочку из первых трех темно-синих пузырей. Замыкаем свободный конец третьего темно-синего пузыря между двумя коричневыми пузырями в самом углу куба. Затем мы замыкаем свободный конец первого темно-синего пузыря между ближайшими двумя коричневыми пузырями. На этот раз я хочу сделать немного другого типа соединения между стенами. Сделайте четвертый пузырь. Давайте сделаем дополнительный пузырь. Пятый темно-синий пузырь. Замыкаем оба конца этого пузыря в один замок. Позже мы используем этот пузырь для соединения между стенами. Делаем цепочку из следующих трех темно-синих пузырей. Замыкаем оба конца восьмого пузыря в один замок. Делаем следующие три пузыря. Замыкаем оба конца одиннадцатого темно-синего пузыря в один замок. всего мы сделали три дополнительных пузыря 5 8 и 11 теперь мы можем просто продеть дополнительные пузыри между соответствующими парами темно-голубых пузырей соседней стенки в одной из предыдущих инструкций мы делали куб используя дополнительные пузыри тогда я объяснил все более подробно как это делать советую посмотреть еще разок если необходимо в этом примере мы делали квадрат начиная с 3 ряда и я использовал дополнительные пузыри для соединения стен а вот к полу и крыше сделаем обычное соединение опять занимаюсь немного математикой на этот раз нам опять нужно делать дополнительные пузыри для соединения со следующей стеной делаем 18 пузырь и замыкаем оба конца 18 пузыря в один замок это дополнительный пузырь вот здесь я присоединил новый шарик после того как мы сделаем третий дополнительный пузырь нужно будет его замкнуть между ближайшими двумя коричневыми пузырями в углу квадрата периметр этого квадрата состоит из 26 пузырей замыкаем оба конца цепочки из первых 26 пузырей в один замок и используем этот же шарик чтобы сделать второй ряд квадрата работаем по тому же принципу как и делали ранее делаем по два пузыря для каждой стороны второго ряда и по одному пузырю для каждого угла второго ряда второй ряд состоит из 12 пузырей ножницами аккуратно обрежьте остатки шариков и завяжите концы таким образом мы сделали четвертую сторону куба лично мне кажется соединять стены быстрее и удобнее с помощью дополнительных пузырей в этой стене я наверное оставлю окно открытым как есть пятую сторону куба сделаю из желтого шарика эта сторона будет с дверью делаем первый желтый пузырь замыкаем его концы в углу между коричневой и светло-голубой стенкой как видите я делаю этот квадрат работая по периметру соединяя стенки обычным способом без всяких дополнительных пузырей сделали и присоединили первые шесть пузырей голубой стене замыкаем свободный конец 11 желтого пузыря с темно-синими пузырями верхней части стенки работаем желтый шарик вдоль темно-синей стены опускаясь к полу 16 желтый пузырь будет угловым между темная синей стороной и коричневым полом в этой желтой стене нам нужно оставить промежуток для дверей для этого я буду работать второй ряд желтой стены в противоположном направлении делаем 17 18 желтые пузыри и замыкаем оба конца цепочки из последних четырех желтых пузырей в один замок в этом месте я прикреплю второй желтый шарик мы уже сделали край желтой стены на это у нас ушло 16 желтых пузырей второй ряд желтой стены мы сделаем из 12 пузырей работаем по периметру пока не достигнем пола обрезаем остаток желтого шарика мы сделали стену с прорезью для двери дверь у нас получается прямоугольной формы со сторонами 8 на 2 пузыря шестую сторону куба я делаю из красного шарика красный квадрат я делаю начиная с середины делаем таким же самым образом как мы делали раньше окно со сторонами 4 на 4 пузыря по необходимости прикрепите второй шарик чтобы сделать третий ряд квадрата в этом примере я сделаю три дополнительных или соединительных пузыря на каждой из сторон красного квадрата если необходимо используйте третий красный шарик для этого эта сторона куба будет потолком или крышей нашего дома имеет смысл использовать дополнительные соединительные пузыри не только чтобы сэкономить время и облегчить работу но также чтобы обозначить угол куба ну вот мы и сделали последнюю шестую сторону куба обрежьте остатки шарика нам нужно продеть дополнительные соединительные красные пузыри между соответствующими парами пузырей стен поправьте все пузыри в нужное положение поздравляю мы сделали куб можем использовать его как есть в качестве куба или в качестве кукольного домика плоская крыша пол 4 стены окна и дверь да вот насчет двери давайте же сделаем двери я воспользуюсь оранжевым шариком делаем прямоугольник со сторонами 2 на 4 пузыря нам нужно присоединить одну из длинных сторон двери к желтому шарику всего лишь два места соединения нужно сделать таким образом дверь будет открываться закрываться в общем двери мы сделали по тому же принципу как мы сделали окно перед этим плоская крыша выглядит неплохо но можно и нужно сделать ее красивее пару недель назад я делал кубик он у меня сохранился хоть и сдулся но тем не менее его можно использовать в качестве крыши вот так ладно для этого примера сделаем другую крышу разновидность крыши надуйте 6 шариков и сделать из них три пары нам нужно сделать два квадрата со сторонами 6 на 6 пузырей каждый при этом я использую дополнительные соединительные пузыри чтобы сделать самую верхушку крыши верхушка будет угловатой а также я сделаю дополнительные соединительные пузыри на одной из сторон крыши вот с этой стороны я буду делать дополнительные пузыри с этой стороны позже я присоединю треугольной формы кусок полотна В этом примере эта часть крыши будет лицевая или фронтовая часть А вот с другой, с тыльной стороны, я оставлю крышу открытой Таким образом можно будет использовать эту часть в качестве чердака Ну и вообще для удобства игры Размещать там куклы или какие-то другие игрушки Вот я уже добрался до верхушки крыши, делаю шестой ряд Не забудьте сделать дополнительные пузыри здесь Мы сделали первый квадрат и продолжаем работать второй квадрат точно таким же образом, как мы сделали первый В этом примере я прикреплю крышу к стенам, используя концы шариков А по-другому, конечно, можно было бы сделать это с помощью соединительных дополнительных пузырей Вот мы уже, в общем-то, и сделали крышу Давайте обрежем остатки шариков, оставляя длинные концы Они нам понадобятся, чтобы присоединить крышу к стене В этом примере я сделаю треугольный кусок полотна из двух шариков Сделайте цепочку из первых четырех пузырей, замкните оба конца цепочки в один замок Делаем цепочку из следующих 11 пузырей Замыкаем оба конца цепочки из последних четырех пузырей в один замок Теперь работаем в противоположном направлении Делаем два пузыря для каждой из сторон и один пузырь для центра Обрезаем остаток шарика В этом примере воспользуюсь прозрачным шариком, чтобы сделать треугольное окно Привязываем сопло прозрачного шарика к нижнему углу Работаем вдоль зеленых пузырей Делаем и присоединяем цепочку из первых пяти прозрачных пузырей Замыкаем оба конца цепочки из первых четырех пузырей в один замок Делаем шестой прозрачный пузырь Замыкаем оба конца цепочки из последних двух прозрачных пузырей в один замок Для этого нам нужно вращать пятый пузырь вокруг шестого пузыря Итак, всего нам понадобится 7 пузырей, чтобы сделать этот треугольник Хотя с лицевой стороны нам будет видно всего лишь 6 прозрачных пузырей. Обрежьте остаток шарика. Мы сделали треугольный кусок полотна и давайте прикрепим его теперь с лицевой стороны крыши. Используя соединительные пузыри на краю крыши, которые мы сделали. В этом примере основание треугольника будет слегка выглядывать из-под крыши. Или правильно сказать, зависать над стеной. Это связано со своего рода геометрической проблемой. Если бы я сделал треугольник меньшего размера на один ряд, то была бы заметна дырка между крышей и стеной. Давайте прикрепим крышу к нашему кубу или к нашему домику. Я размещаю лицевую сторону крыши, в этом примере, над стеной с дверью. Крышу мы можем привязать к стенам, используя концы шариков. Или можем воспользоваться красными соединительными пузырями, на ваше усмотрение. Поправьте все пузыри в нужное положение. Поздравляю, вы сделали кукольный домик. Довольно-таки примитивный, со стенами, крышей, полом, чердаком. Двери вот открываются, закрываются. Окно открывается, закрывается. Думаю, что домик выглядел бы намного лучше, если бы мы делали все стены одного цвета. Этот домик можно подвесить в воздухе с помощью шариков, наполненных гелием. Это довольно-таки оригинальная идея для праздника. Можете использовать. В этом домике можно разместить фигурки всяких супергероев, если хотите. Для удобства можете положить небольшого размера книжку на пол внутри домика. Тогда домик не будет так сильно переворачиваться. А вот в домике? Да, в домике. Он может подвесить. Он может подвесить. Он может. Он может подвесить. Вик. Счастье. Заспадай. Счастье. Да. И есть, я вижу, что вы можете открыть. Одна вы можете открыть, та самая сила. Третий, она закрыла. На моем стороне есть белая такая, а не на твоей стороне. На твоей стороне это большое, как в вашем помидор. В общем идею вы поняли, веселых вам выкрутасов!